Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. Мы продолжаем небольшой цикл наших культурологических бесед, бесед о культуре. Сегодня предлагаю поговорить о духовности в рамках культуры, в контексте культуры. И в гостях у нас вновь эксперт в области культуры, профессор, доктор культурологии, заведующий кафедрой теории и истории культуры Самарского института культуры Владимир Иванович Ионесов. Здравствуйте, Владимир Иванович! Здравствуйте, господин Сергий Рыбаков. Вот духовность, слово которого потребляется сейчас наряду с любовью, наверное, так часто, что у этого слова уже давно замылены какие-то смыслы. Каждый вкладывает в контексте своей речи, в контексте своего повествования, в слово «духовность» все, что угодно. Духовность — это интеллектуальная жизнь, духовность — это культурная жизнь. Только, опять-таки, важно понять, что такое культурная жизнь. Потому что для кого-то культурная жизнь — это в том числе пойти в ночной клуб. Там, может быть, тоже какая-то своя духовность наличествует. Вот прежде чем мы приступим к серьезному разговору о духовности в культуре, о том, какое оно место занимает и какую функцию выполняет в культуре, вот все-таки есть какое-то определение более-менее четкой и точной духовности, чтобы мы имели некую точку опоры, от которой могли бы отталкиваться в разговоре? — Да, действительно, тема духовности всегда актуальна, и есть над чем поразмышлять, о чем задуматься. Духовность как явление культурной жизни, конечно, предстает в самых разных ипостасях. И мы говорим «дух», «душа», «духовность», «духовная культура», «духовные ценности», «духовная опора». Все это связано с некими идеальными для нас ценностями, высшими ценностями, образцами, может быть, поведения, мышления, того, что, в общем-то, и делает нас людьми, возвышает над животными и, по большому счету, как раз дает нам возможность на протяжении многих уже тысячелетий отстаивать свое право на жизнь в этом мире. Поэтому духовность — это некий императив, это больше, чем возможность какая-то, это необходимость того, что позволяет нам двигаться вперед и преодолевать трудности. Я бы определил духовность как некие идеальные ценности, которые человек видит для себя в качестве опоры. Вот. И они могут быть религиозными, они могут быть художественными, они могут быть философскими, вот. Самыми разными, в зависимости и от ситуации, в которых человек оказывается, и в зависимости от общего настроя, чистоты восприятия мира человека. А если говорить о некой функции духовности, то есть вот она в культуре какую-то функцию несет, то есть она выполняет какую-то функцию, или наоборот, культура есть порождение духовной жизни какой-то, жизни духа в человеке. Вот как в этой ситуации мы разберемся. Или духовность оберегает культуру? Конечно, для меня как культуролога духовность есть проявление и порождение культуры. Не наоборот. Но одновременно, как культура генерирует духовность, скажем так, для того, чтобы именно духовность способствовала защите культуры и ее развитию. Поэтому я бы не стал вот так жестко разделять одно от другого. Понятно, что культура более широкое понятие. И если мы будем говорить, что дух создает культуру, ну в каком-то плане где-то создает. Но есть культура, которая как бы является материальной, допустим. Даже если она так или иначе воплощает в себе какие-то духовные искания, все равно есть разделение на духовную жизнь, материальную жизнь. И поэтому здесь, мне кажется, более конструктивно смотреть на духовность с точки зрения того, что духовность несет человеку. Какова ее миссия? Вот это интересно. Мне представляется, что духовность есть та защитная оболочка, которая позволяет человеку не терять устойчивость даже на самых крутых виражах исторических катаклизмов. Причем обнаруживается такая закономерность, что чем сильнее вызов, чем острее конфликт и драма человеческого существования, тем богаче выстраивается какая-то духовная практика. Человек начинает искать спасение в духовности. И может быть, то, что раньше он не замечал, вдруг, наказясь у какой-то черты, он начинает обращаться к духовности за поддержкой. Он начинает замечать духовность. И вот духовность приходит к человеку именно в ситуациях тогда, когда ему плохо. Очень часто духовность является единственным, может быть, спасительным таким рычагом, который позволяет человеку удержаться в жизни. И обратная ситуация. Когда нам хорошо, когда нам, может быть, чересчур праздно, мы живем в удовольствии, мы забываем часто о духовности. И вот здесь опасность. Потому что утратить связь с духовными ценностями значит позволить обречь себя на серьезные испытания, в конечном счете, которые очень медленно к нам подкрадываются, но это происходит постоянно. Поэтому, мне кажется, вот духовность здесь может рассматриваться и как некий светоч, который открывает мир человеку, делает мир различаемым. Ведь только духовность задает такие ориентиры, что такое хорошо и что такое плохо. А если мы теряем вот это различие между плохим и хорошим, то, значит, мы блуждаем в потемках. Значит, мы тогда теряемся, мы можем принять за хорошее нечто порочное, плохое. Поэтому, конечно, это мощный и поводырь, который позволяет нам каким-то образом ориентироваться. Причем я бы так сказал, вот перефразируя слова Махатма Ганди, что нет пути к духовности. Духовность есть путь. А, духовность есть путь. Понимаете? Вот это очень важно. Вот это и важно. Потому что без духовности ты не сделаешь ни одного шага в конструктивном направлении, в сторону спасения. Можем ли мы следом за Кантом, который говорил, что меня только две вещи восхищают в этом мире, это звездное небо над головой и нравственный закон в человеке, поставить знак тождества между духовностью и нравственным законом, который вложен в человека? Или же все-таки духовность вбирает в себя нравственный закон и не исчерпывается только лишь им? — Духовность, мне кажется, понятие духовности более широкое. Потому что нравственные практики, они часто меняются исторически. То, что сегодня является нравственным, когда-то было безнравственно, воспринималось. И наоборот. Даже в пределах современного мира мы знаем, что в зависимости от национальных, религиозных традиций, нравственное в одном случае может приниматься за ненравственное в другом. А вот духовность — это некое универсальное состояние, которое мы находим и на Востоке, и на Западе. И нет ни одной общины, даже самой, может быть, примитивной, архаической, в которой бы проявление духовности так или иначе не присутствовало. Поэтому, потому что дух — это часть человека. Вот борьба между духом и телом постоянно у нас происходит. И поэтому вот это все с нами всегда присутствует. Поэтому я бы вот примерно так ответил на ваш вопрос. Ну вот вы взяли вот эту вот пару дух-тела, как некие антонимы. А что мы можем духовности в культуре противопоставить? Понятное дело, что бездуховность, но как ее определить? Или что-то иное? Ну, если мы определяем духовность как путь к некой целостности жизни, ведь духовность — нет хорошей жизни, которая у нас вот с вами происходит. Мы прекрасно об этом знаем. Духовность — это некая вынужденная такая... — Респособленность какая-то? — Вынужденный... Ну, не знаю. Это, конечно, трудно. Это немножко грубый механизм. Это вынужденный способ нашего самоутверждения в мире. Потому что без духовности это просто будет невозможно. Понимаете? Вот. Поэтому... Да и культура не от хорошей жизни, если мы так будем говорить, потому что все... Культура — это то спасительное, которое нам дано для... Ну, как-то существования в мире, человеческому существованию. Поэтому здесь, конечно, вот я бы примерно так ответил на этот вопрос, что все, что способствует целостности, согласованию различных разрозненных частей, умиротворению этих частей, может быть на стороне духовности. А то, что противостоит этому, то, что связано с разрушением, то, что связано с расколом, с разрозненностью, вот это те противостоящие духовности, ценности, которые тоже, в общем-то, рядом с нами находятся, но которые находятся в состоянии конфронтации с духовностью. Но есть понятие «дух», и мы можем ли говорить о «духе» только со знаком «плюс», вот если посмотреть «дух». Ведь есть и «дух войны». Это тоже факт. И поэтому здесь вообще «дух», духовность – это величайшая сила. И она может при неправильном использовании быть обращена и во вред, как ни странно. И поэтому здесь нужно вообще духовности, обращение с духовностью, наверное, требует определенной подготовки. Человек должен к этому быть готов. Я бы вот хотел немножечко приостановиться для того, чтобы нашим зрителям пояснить, что же, ну, может быть, чтобы разговор не был расплывчатым и слишком абстрактным. Когда духовность во вред? Может быть, какие-то примеры? Когда мы сталкиваемся с псевдо-духовом? Посмотрите, то, что сейчас происходит на Ближнем Востоке, то, что связано вроде бы с религиозным фундаментализмом. Когда тоже некие духовные ценности, причем ценности такие, казалось бы, исконно изначальные, которые, вот, казалось бы, должны какую-то давать нам опору и надежду, а оборачивается огромной трагедией, потому что их используют с насильственными целями для того, чтобы уничтожить что-то другое и насадить свое. И вот в этом смысле а на что опираются фанатики религиозные? Опять же, на ту же духовность. Только эта духовность, вот та, о которой я говорю, она находится в руках, может быть, деструктивных сил, так скажем, условно. Поэтому нельзя говорить о духовности. Или если мы скажем, что это не духовность, это тоже будет неправильно. Потому что у любых, особенно таких значимых культурных феноменов, всегда две стороны. И чем сильнее, могущественнее тот или иной культурный институт, тем он и может более страшным образом оборачиваться при неправильном к нему подходе и использовании. Поэтому мы видим, с одной стороны, расцвет человека и культуры, возвышение человека через духовность, а с другой стороны, и вот это глубокое падение в пропуск. Ну, правильно я тогда понимаю, что мы не имеем права говорить, произносить слово бездуховность? Если, получается, духовность есть у всего. Это такая фигура речи. Мне кажется, бездуховность, мы обозначаем бездуховность, это там, где минимум присутствует духовность. Ну, нельзя говорить вообще об отсутствии духовности. Мы, когда говорим о бездуховности, мы используем все-таки некое сопоставление с духовностью в положительном восприятии этого слова. Духовность как высшая ценность, как высшая художественная, религиозная вот такая практика. И, естественно, бездуховность – это как раз отход от этого миротворческой, гуманистической позиции человека в мире. Вот в этом плане. Но это не значит, что бездуховность – это состояние, где вообще нет духа как такового. Просто есть дух войны, есть дух мира. Но от бездуховности – один шаг к духу войны. Это тоже. Ну, то есть, получается, все, что связано с разрушением, подытожим и резюмируем, с разрушением, разрухой, разладом, расколом – это так или иначе умаление духовного человека. Ну, мне кажется, так. Да. А есть еще такое понятие в культурологии псевдодуховность. Она что предполагает? Псевдодуховность. Ну, вы понимаете, ведь я вот как раз уже как-то намекал на то, что духовность предстоит в самых разных обличиях. У псевдодуховности здесь тоже надо быть очень осторожным, потому что можно принять за псевдодуховность и использовать это в качестве каких-то своих корыстных интересов. Сказать, вот это псевдодуховность. В одном случае, может, так оно и есть. В другом случае мы должны быть очень осторожными, потому что все новое иногда воспринимается как нечто нераспознанное и, значит, враждебное. И поэтому здесь тоже надо обладать определенной, может быть, подготовкой, духовной практикой для того, чтобы это все воспринимать адекватно. Поэтому вот псевдодуховность, с моей точки зрения, это некая ситуация, в которой мы оказываемся, когда происходит подмена ценностей. Подмена ценностей. Вроде бы ценность, а вроде бы и не ценность. А сегодня ценность, а завтра уже не ценность. Понимаете, вот это эпоха симулякров. Духовность, когда под видом духовности протаскиваются совершенно деструктивные вещи. Понимаете, то, что мы говорим позитивно в смысле о духовности, как путь к целостности, да, а здесь как раз а каким образом можно и целостность нарушить. Опять маскируюсь под духовность, потому что духовность можно победить другой духовностью в кавычках. Вы понимаете, так как культуру войны можно победить культурой мира, духовность со знаком плюс можно победить духовностью со знаком минус. Ну, победить, не победить, я не знаю, во всяком случае каким-то образом ущемить. Подтягаться. Да. Вот понимаете, поэтому потому что если ты будешь бороться в каких-то других обличьях, например, в каких-то телесных, материальных атрибуциях, то это сразу станет ясным. Вот духовность, а вот, мол, нечто бренное, тленное и так далее. А когда это все маскируется под духовность, очень трудно распознать. Понимаете, иногда происходит вот такая ситуация, в истории она часто возникала, когда идет ломка традиции в рамках самой традиции. Понимаете, вот нечто такое. Это не значит, что это плохо или хорошо. Иногда это хорошо, а иногда это плохо. Потому что в эпоху Возрождения, когда стали появляться новые художественные творения, Леонардо Ивановича, Микеланджело, допустим, то это тоже была ломка традиции в рамках самой традиции. Потому что вроде бы религия не отрицалась, но привносились новые художественные сюжеты, которые, по сути, формировали новую культурную жизнь. Но в некоторых случаях это может быть очень такое разрушительное. Вы употребили термин симулякор. Жан Бодрияр в свое время написал интересную работу в тени молчаливого большинства. Вот в этой связи вопрос такой, чтобы нам немножко к современности и поближе еще раз говорю к предмету. Вот современная культура. Современная культура это та культура, в которой мы сейчас с вами, в поле, в которой мы сейчас с вами пребываем. Не беру религиозную духовность и духовность с точки зрения религии, а вот псевдодуховность сейчас наличествует в современной культуре. И в чем? Она атрибутируется и манифестируется. То есть вот то, о чем мы сказали, вот эти вот симулякры, где мы их можем найти? Я бы так сказал, что все-таки духовность это не то, что является одноразовым, одномоментным. Духовность все-таки процесс и состояние, которое сориентировано на нечто такое фундаментальное. Вообще духовность сориентирована на удержание, скажем. Удержание жизни, сцепление этой жизни. А это предполагает, что духовность себя проявляет не на один день. Она утверждает себя как некий каркас, опора, в том числе и для будущих поколений. Когда мы говорим о псевдодуховности, вот здесь как раз, мне кажется, различие может быть в том, что псевдодуховность, она очень быстротечна. Вот создаются одноразовые ценности. Мы живем в эпоху одноразовых ценностей. Одноразовая мораль. Вот использовал сегодня, вот выгодно было. Вроде бы сегодня так оно на месте воспринималось как бы само собой разумеющееся. Даже может быть кто-то похвалил. А завтра об этом можно забыть. Понимаете, и вот эта одноразовость нашего существования, когда у человека не остается в итоге, если мы все будем выстраивать через одноразовые ценности, в итоге у человека ничего не останется под ногами. И тогда мы получим одноразового человека, одноразовую душу, одноразовые мысли, одноразовую ответственность. И вот в этом как раз с моей точки зрения может проявляться псевдодуховность. Если вот в том контексте, о котором мы с вами говорим, определять эти понятия. Ну, вот так, наверное. И в этой связи вспоминается современный тоже наш культуролог, философ Секацкий, Александр. В одной из своих последних книг он говорил о том, что вот это, наверное, резюмеры как раз о той функции, которую выполняет духовность в современном мире. Он говорил о том, что, во-первых, мы живем в невероятной спешке. Духовность как некий отголосок вечности, она замедляет время. Соответственно, когда эта духовность либо умаляется, либо мимикрирует под псевдодуховность, рождается невероятная спешка. И вот Секацкий говорил о том, что мы живем в эпоху постоянного фаста, да, то есть на английском бег, быстрота и так далее. Фаст-фуды у нас, быстрая еда, одноразовые все те же стаканчики сразу тут вспоминаются. И вот интересно, что он говорит, что вот вы сказали об одноразовом человеке, а Секацкий даже еще идет дальше. Скоро, мы, говорит, будет жить в эпоху фаст-гад, да, то есть быстродействующий бог, вот, быстродействующий и одноразовый. Вот, к сожалению, видимо, мы вот как-то вот крен, повернули руль не туда, корабль культуры немножко накренился. Мне так кажется. Мне вот здесь представляется таким образом, что в значительной мере и духовность использовалась нами, может быть, неправильно, потому что часто духовность отрывалась от жизни и очень сильно отрывалась, забывала о самой жизни, большой жизни, которая на нее смотрела, которая надеялась на то, что именно в этот момент духовность. Духовность часто формализовалась, понимаете? И вот здесь как раз может быть и коренится та причина раскола между духовным и остальным нашим существованием, скажем так. Спасибо, Владимир Иванович, за ваши ответы. Вот такой вот непростой разговор и непросто в значении не только Аверия сегодня у нас вышел в студии. Надеюсь, вам было с нами интересно, потому что действительно для того, чтобы оценить красоту архитектуры дома, иногда из этого дома надо выйти и посмотреть на него со стороны. Иногда нам нужно выйти немножечко и посмотреть на духовность с иных ракурсов со стороны, что она из себя представляет с точки зрения философии, культуры и так далее. Спасибо за то, что были с нами. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин